А для того, чтобы выстроить эти институты, нужно иметь серьезную власть, которую российская конституция в России, например, главе государства или кому-то не дает. А чтобы еще снизить себестоимость этой замечательной чашки ОТР, наверное, еще нужно убрать коррупционную составляющую? Еще раз, она автоматически уйдет как флюс. То есть вы запускаете политику количественного смещения, после этого вам вот столько работы надо будет делать. Естественно, проблема борьбы с коррупцией, она будет следствием этого вопроса. Но нет в Литве коррупции в таких масштабах. Мы же эту проблему-то, понимаете, мы же ее столетиями решить не можем. Это не так. У нас были периоды, когда у нас не было коррупции. Если у нас создаются условия для коррупции, коррупция является элементом госуправления. Если вы переходите на суверенную политику, вам не нужен этот элемент. А когда у нас не было коррупции, давайте. В сталинские времена. Вы знаете, например, сколько в Лондоне российских коррупционеров? По некоторым, около 100 тысяч. То есть любой коррупционер в России знает, что если он уехал в Лондон, он будет безнаказанно тратить на ворованные вещи. Это 100 тысяч уже система. Как только вы запускаете суверенный экономический механизм, вам не нужно подбирать людей по опыту в коррупции. А сегодня часть должностей просто замещается коррупционерами. Если вы не коррупционер, вы не можете попасть на целый ряд должностей. Вас туда не берут, как будто у вас не тот диплом. Да, если у тебя в офшоре какая-то компания. Вот тогда тебя назначают серьезным чиновником. Это условие. Телезритель спрашивает, а повышение пенсии в этой программе, то, о чем мы говорим, предусмотрено. А то о повышении зарплат речь идет, а о пенсиях нет. А вот действительно, кстати, пенсионеры, это у нас большая часть населения, очень активные, они потребители. Тем более нынешние пенсионеры, 60-65 лет, люди, которым хочется жить, тратить. Как в Европе, которые путешествуют. Вот я приглашаю, 4-го числа, никто об этом не говорит, будет День народного единства в России. И вот если люди поддержат национального лидера Владимира Путина, в том числе участвуя в этом празднике в Москве и по всей России, то он укрепится для того, чтобы его команды реализовывались в правительстве и Центральном банке. А в чем суть этих команд? Снижение процентных ставок, о чем мы уже говорили, в отличие от команд МВФ. Что означает, я уже сказал, попадание в бюджет дополнительно 9 триллионов рублей при бюджете 12. Что означает рост пенсии. И рост не только зарплат, но и пенсии. Потому что увеличивается возможность бюджета, а это пенсии. Вот еще, значит, пишут наши зрители, спрашивают, а пенсии поднимутся? Я хочу напомнить, что предложение Столопинского клуба сводится к тому, чтобы поднимать не социальные какие-то выплаты, а в реальные секторы экономики. Но вследствие этого пенсии поднимутся. Ну смотри, ну если в бюджет удваивается, естественно удваиваются и пенсии. То есть, я еще раз скажу, вот этому пенсию, если вы лично поддержите национального лидера в его программе снижения процентных ставок и суверенитета страны, ваша пенсия удвоится, утроится. Если он проиграет, проиграете вы. Ну это просто, как на любом спорте. Евгений Алексеевич, у нас вот сегодня представлены результаты очередного опроса, да, и национального лидера поддерживает практически... 89% очередной рекорд. Посмотрим 4 ноября. Посмотрим, это правда или это болтовня. То есть, пришел на митинг, на эту акцию и... Его поддержку поддержал, да? Нет, но это в ЦИОМ, это официальный, так сказать, орган социологических исследований. Если он сидит дома... Вы знаете, рейтинг это просто уважение. А полномочия это власть. Вот вы можете уважать кого-то, но если вы ему даете власть, а вот уличная поддержка национального лидера в данном случае, вот на празднике, это власть. Он укрепляется по отношению к другим ветвям власти и к другим институтам. Это полномочия, и он может реализовать программу. А так просто вы его уважаете и довольны друг другом. Это не то. А вот у нас Эльвира Набиолина не так давно была признана лучшим председателем ЦБ в Европе, по-моему, как минимум. То есть, получается, что это вразрез. Делает она все-таки что-то неправильно. Ну, естественно. А почему? Кому неправильно? Ну, а получается... В строгом соответствии с Российской Конституцией, 15-й статьей, она обслуживает интересы иностранных государств. За нас счет. Наша Конституция обслуживает интересы... Конечно, это 15-я статья Конституции. Каким образом это было допущено? Глава Следственного комитета обострыки называет эту часть Конституции диверсией. Подождите, получается, чтобы запустить печатный станок, нам надо изменить еще и статью в Конституции? Для этого надо иметь право. Для того, чтобы... Вы можете право просто взять наголо, захватив, как в Крыму. А можете через конституционные изменения. Но по-любому вам нужно делать конституционную реформу, чтобы это право закрепить. То есть, дать команду ЦБ заставить его выполнить можно и без реформы Конституции. Но закрепить эту победу можно только через Конституцию, утвержденную народом в 93-м году. То есть, по сути, для того, чтобы российское государство, а ЦБ часть государства, работала на народ, народу надо отменить свое решение 93-го года, изменить структуру Конституции, предписав государственной власти работать на народ Российской Федерации. А сегодня там написано, что российское государство должно обслуживать интересы иностранных государств. Так написано в Конституции 15-й статье. По факту. Вот наш зритель пишет, Центробанк работает на Америку, а не на Россию. Мало того, он является филиалом МВФ по закону. Оборудование, станки, машины можем купить только за доллары. Вы знаете, вот хочется так, вот подводя итог нашей беседы, которая может быть бесконечной, безусловной, и в любом случае она интересная, хочется сказать, что если, вот как вы говорите, нам удастся победить коррупцию... Вот тогда полетим. Проблема коррупции, она... Я съем шляпу. Секундочку. Вот у вас здесь стол, в стола есть ножки. Вот коррупция, часть государственной системы, предусмотренная Конституцией. Есть должности, на которых некоррупционеров нельзя назначать. По факту. Как только вы меняете государственную конструкцию, вам не нужны коррупционеры, и вы их не назначаете. Евгений Алексеевич, приходите к нам, поговорим еще и о коррупции. С удовольствием. Обсудим эту тему с телезрителями и с вами. Было интересно, спасибо. Разве договорились? Спасибо. У нас в гостях был депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Спасибо. Мы продолжим через 2,5 минуты.